Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Господь во время Нагорной проповеди говорил своим ученикам и всем тем людям, которые хотели услышать. «Блаженны вы, когда будут вас гнать, поносить и всячески злословить за меня». И называл это блаженством. Потому что большинство людей, живущих на земле, но особенно женщины, они весьма беспокоятся, что про них скажут. И в зависимости от этого строят свою жизнь. И эта жизнь, конечно, антихристианская. Потому что надо искать совсем другого. Поэтому вот мы сейчас находимся в середине святок. Потому что когда-то праздник в Древней Церкви Рождество и Богоявление праздновали одновременно. Он так и назывался – Богоявление. Потому что рождение Спасителя, его явление в мир – это и есть Богоявление. А уже когда он прожил жизнь, юность свою и в 30 лет явился на Иордам Иоанну Предтечи, это уже второе явление, о котором Отец Небесный своими словами засвидетельствовал для тех, кто хотел слышать, что все есть Сын Мой, возлюбленный, и в Нем открывается вам Моя благая воля. Ну, мы видим из Евангелия, которая описывает жизнь Христа Спасителя, что описывает не только, что Христос говорил, но гораздо больше того, что Он делал. Потому что каждый Его поступок Он назидателен. Но когда Он был еще младенцем, уже были поступки. Но эти поступки совершались через Иосифа и драгоценную маму, Мариану. И вот Рождество, оно очень связано с этим воспоминанием. Потому что с самого рождения Христос испытывал гонение. Не просто гонение, а Его хотел царь Ирод убить. И гонение началось с того, что Он, когда родился, родители выбирали место, где бы остановиться на ночлег. Во всем Вифлееме все гостиницы были заняты. Родственников там давно уже не было, потому что это сам Иосиф пригляжал Вифлеему. Но родственники давно покинули. И поэтому пришлось искать убежище. Вот и нашли даже не хлев, а такую пещеру, где пастухи держали скот во времени погоды. То есть лучшее место, чем в загоне для скота, для творца Вселенной и того, который всех нас создал из ничего. не нашлось. И потом сразу гонение Иродс как узнал от волхвов, которые невольно оказались такими додочками, что родился истинный царь Иудейский. Они, конечно, им было не в доме, а царстве было только одно понятие, что это человек, сидящий на троне и судит и рядец, как народу жить. А Ирод не совсем законным образом пришел к власти, что тоже всегда бывает. И вообще он был не иудей, а и домеянин. Поэтому к нему отношение народов, которое родство по крови считалось самым главным. А он не был потомком Авраама, Исаака, Иакова. Поэтому это тоже накладывал один отпечаток. И он всегда правитель, он всегда чувствует, прочно он сидит или не прочно. И вдруг рождается младенец, причем которого весь народ ждал, что он будет, станет царем. Ирод думал, что проживет долго. А тут появляется конкурент. Ну, что делать? Власть настолько сладкая штука, что это естественная логика таких честолюбивых людей, это вот к ней двигаться. Вообще всякая власть это тяжелейшая работа. Как говорится, не приведи Господь, когда преподобному Сергию митрополит Алексей Московский мудрейший и образованнейший из людей своего времени, а он даже правил Руссию, пока Дмитрий Иванович будущий Донской подрастет, а он от его имени правил русским государством. И он знал, и он попросил преподобного Сергия, который был помоложе, что вот я уже старею, может ты подхватишь. Это вообще как бы русский гений и спаситель Руси. Он говорит, нет. Не взял на себя эту ношу, а занялся воспитанием народа, его ученики больше сотни монастырей основали, которые таким народной школой благочестия явились. И вот Русь опять вернулась к христианству через преподобного Сергия. Вот это про власть. И вот стали искать младенцев. Ну, как искать? Ну, ищут как мороженство, чернику. Ну, всех младенцев убить до определенного возраста в надежде, что среди них окажется. Ну, не знал же Ирод окаянный, что архангел пройдет к Иосифу и скажет, беги в Египет. И они убежали и ждали. Ну, слух прошел, что Ирод, хотя хотел жить долго, уже все, почил. Иосиф опять посадил, не говорится, на мула или на осла, вот, но со своей названной женой вернулся. Но так как трон занял Архилай, сын Ирода, то Иосиф побоялся возвращаться в Иудею, который царствовал вместо Ирода Архилай, и двинулся в Галилею. Это северный. И там потише, в общем, и вряд ли весть до Иерусалима бы дошла. Вот, и поэтому вот Христос в Назарете провел свое детство. Поэтому мы видим, что с Рождества своего Господь испытывал гонения, в разной форме, а когда он уже явил себя народу на реке Иордан, гонение началось. и на Иоанна Претечу, который жизнь отдал свою, и на Христа, которого ненавистники его сразу захотели захотели убить. Чем дело и кончилось на Голгофе. То есть его гибель, о которой он, конечно, знал, она была неизбежна. И есть такое русское выражение, вот один человек другого на дух не принимает. И когда ко Христу приходили люди бесноватые, одержимые бесом, вообще все люди, да будет вам известно, и каждый из нас, и в том числе и я, мы носят в душе бесов. Просто степень этого беснования нашего, она разная. Вот моя мама, она имела такой воспитательный прием. Когда у нас была с братьями ссора, она брала зеркало и показывала каждому из нас свою физиономию. Человек в гневе, он ужасен. Это очень наглядное действие, успокаивающее человека средство. Очень интересно. А как вот, а что такое? Ну это бес, он начинает проявлять активно. Это такая яркая очень страсть и бес такой очень сильный. Из-за гнева люди убивают друг друга очень часто, потому что 80% убийств, оно вообще у нас в стране совершается на кухне и кухонным ножом. Человек хватается за нож, когда он в гневе, а когда человек чуть-чуть выпил, он уже гнев очень близко вообще к горлу подступает и происходят такие трагические вещи, за которые приходится сидеть. Сидеть недолго, за убийство 8 лет дают, но все-таки это же потеря огромного куска жизни, поэтому лучше и не пить, и лучше бороться с гневом, а не с тем, кто у тебя его вызвал, то, что он вызвал в тебе то, что в тебе сидит, его не надо за это порицать, тут два беса, они соединяются, гнев и пьянство, и получается вот такой результат, частенько. Большинство всех убийств совершается всегда подвыпивши, на трезвую голову, ты не сможешь так прогневаться, а большинство убийств, 95%, это всегда в гневе, бывает из мести, но это редко, вот, поэтому очень такая опасная ситуация. И вот Христа хотели убить. За что? За то, что он не такой, как они. Каждый человек одержим бесом гордости. Он думает о себе высоко, думает, что он что-то значит, думает, что его какое-то мнение это то, к чему надо прислушиваться. он часто говорит, я считаю. Помолчал бы, но так как он это изрекает, как Петр Алексеевич Романов, он говорил, пусть говорит, тогда дурь каждого, она будет видна. Сразу видно, что у тебя за образование, кто у тебя родители, иногда даже видно, где-то учился или не учился и так далее. Речь, она выявляет то, что внутри, в душе человека. И вот эти люди, которые возненавидели и организовали травлю спасителя, вот что значит на дух не перемен. Потому что во Христе был дух святый, бесноватые подходили, говорит, что-то пришел нас мучить. А в чем мучение? Мучение, потому что в нем святый дух. А дух святый это огонь попаляющий. А у них как в копилке десятилетней, она набита вся мелочью, а тут не только мелочью, набита всеми страстями. И это скрывается, под глиной лицемерие. Почему? Он старается мимикрировать подвоспитанного, хорошего, умного и доброго. Поэтому очень распространяю в мире благотворительность на показ. Но перед Богом она цены не имеет. Только отрицательный баланс. Потому что для Бога важно не то, как ты выглядишь, ой, как ты хорошо сегодня выглядишь. Потому что Бог, когда смотрит человек, он не на грим, Бог смотрит на душу. если Богу нравится красота, но только духовная, а как выглядит твое мяско, и что на тебе за сапоги, и что там за молния, это для Бога совершенно неинтересно. Даже состояние нашего тела, есть у тебя живот или нет, Бог смотрит исключительно на сердце человека. А люди нет, им только внешнее, как ты выглядишь, чисто внешнее. А это никакой роли не играет. Когда мы говорим хороший человек, мы имеем в виду и сердце. Но в силу того, что мы стали очень поверхностные, уже сердце неинтересно. Интересно только внешность. И вот Христос внешне был такой, как все, но никто на земле еще не встречал такого кроткого человека, такого любящего, который готов все получить, который жалеет. Ну, представьте, у вдовы умер единственный сын, идут несут его хоронить, он увидел, сжалился и воскресил его, чтобы мамку утешить. Одна осталась, пенсий никаких не было, что делать? Только просить, а он пожалел. Они даже не знали, что такое пожалеть, они только требовали других, ты должен, ты должен, ты должен. А Бог говорит, милости хочу, а не жертвы. чтобы сердце было такое милующее, что человек от сердца другому оказывает такую же любовь, как хотел бы, чтобы другой ему такой оказал, если что. Чтобы как вот мальчик бежит, упал, другие мальчики смеются, а как Богу угодно, чтобы хотя бы один из этих мальчиков подбежал и поднял, отряхнул, если нужда, отвел к маме, а если что опасно, то сразу к доктору. Вот что Господь хочет-то, а эти смеются. Потому что в тех мультиках, которые папа им заводит, там все время, если кто падает, все смеются. Человеческий язык весь перекореживает, все только кривляются и говорят не человеческими языками, а сама рисовка лиц. Какие-то просто демоны. Просто если детям показывают мультфильмы, они на них вырастут монстрами. И это делают люди, у которых душа тоже полна вот этим беснованием. Поэтому если на христианина есть нападки, или там как вот у нас модно говорить, искушения какие-то. И человек воспринимает искушение как некую беду, ничего подобного. В Писании сказан могу зачитать, но я знаю наизусть. Радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения. Что такое искушение? В переводе на русский язык это значит испытание. А теперь перейдем на латинский язык. Это экзамен. Экзамен на что? Ты должен Богу продемонстрировать, чему тебя в церкви научили. Как ты реагируешь на экзамен? На пять знаешь, на четыре, на три, или пошел вон учить дальше. Двойка кол не считается. Значит, ничего не умеешь. Какой самый важный экзамен? Если тебя удали вправую, подставь другую. Не можешь? Ну, ты больной тогда, иди лечись. Больной с точки зрения христианства. Мы этому должны научиться. И Христос добровольно не просто в правую ланиту удар получил. Он таких много получил. Над ним издевались, его пытали. Все претерпело и закончилось на кресте. Вот это подлинная христианская жизнь. Люди приходят в церковь за утешением, а церковь учится совсем другому. совсем другие экзамены нам нужно сдавать. И самый главный экзамен – смерть. Конец делу венец. Русская народная пословица. Как ты жил, это важно. Но еще важно, как ты будешь умирать. Ты должен показать, чему ты за жизнь научился в церкви. Из Евангелия, от святых отцов, из примера Христа, из житий его святых. Они так, что про тебя там скажут? Да пусть завешивают бронзовыми табличками. Здесь жил, здесь стоял на балконе, курил, здесь речь говорил. Ну и что? Бог не для этого нас вызвал, чтобы нам памятники сцовили. Нет. Совсем для другого. Чтобы преобразить наше сердце. Для этого родился Вифлееми. Для этого явился. Вот мы празднуем. Сейчас эти праздники так разошлись. Он стал один большой. Называется Святки. Святые дни от Рождества до Богоявления второго, которое есть крещение на Иордане. Вот за этот период Святки мы мысленно переживаем всю жизнь Христов. Для чего? Каждый год нам такая преподается и картина, потому что богослужение, оно отражает эти события. Евангелие соответственно и читается проповеди на эту тему говорится. И освящаем и воду, и вертепы строим, иконы пишем рождественские. И украшаем соответственно Рождеству храмы свои. Хотя четко совершенно неизвестно исторически. А может в июле Христос родился. Но для церкви никогда не было никакого значения в этом. Просто избрали по таким важным миссионерским соображениям, о которых не буду, говорить сейчас именно этот день. Ну и так уже все христианские народы к этому привыкли, потому что это Рождество было уже установлено окончательно после четвертого века. Хотя событие само оно всегда переживало церкви как величайшее торжество, как явление Бога в мир. Так вот празднуем это событие, мы празднуем самое главное событие Вселенной. Бог, который абсолютно не познаваем, даже для ангелов, который шире нашей Вселенной, который просто продукт его творчества. И он приходит на маленькую землюшечку, которая вообще даже из Солнечной системы, из других планет огромных, Сатурн, Юпитер, она вообще практически и не видна, она с наготов. А там человечки такие, меньше муравьев, и вот они заблудились, потому что им дали свободу. И вот Господь, он пришел с таких небес, я не знаю, вот апостол Павел до третьего неба был восхищен, а где мы с вами окажемся в вечности, вообще непонятно. Вот он пришел, чтобы спасти каждого из нас, стал человеком и на нашем человеческом языке нам объяснил. Никого не принуждает. Миленький, тебе нравится идти в преисподнюю? Иди. Ты не слушаешь маму с папой, а слушаешь мальчиков со двора? Ну, иди в тюрьму посиди. Раз посиди, два посиди. Ты хочешь быть крутым? Ну, хорошо, давай, стань бандитом, который все будут ненавидеть, а потом тебя посадят. Ну, ты же сам, папа с мамой тебя не учили. Если учили, тогда часть вины на них, а так каждый человек сам. А Христос каждого хочет спасти. И вот он пришел, и вот мы это празднуем, что Бог так нас возлюбил, что стал человеком. Есть такое маленькое насекомое, называется тля. Муравьи, они обычно жидкостью, которая условно называется молоком тлей, они питаются. Так вот, для Бога это все любой из нас согласился стать тлей и пищей для муравьев. Кто согласен, поднимите руки. Никто не согласен. Почему? Ну, по гордости. я у одного приятеля спросил, Мухаммед Али, а как ты стал христианином? Он говорит, я Евангелие прочел, а Коран с детства читаю. Ну, потому что он араб. Вот, говорит, я сравнил Иса и Мухаммед и выбрал Христа и принял крещение. Ну, все понятно. Прочитал великий труд. Труд, да, но невеликий. Евангелие написано на языке рыбаков, простых людей. И вот, и нам церковь предлагает очень простое для понимания учение. Трудно исполнимо, когда тебя ударят вправую, подставить левую. И чтобы думать не о том, как ты выглядишь, а о том, кто ты есть на самом деле. Причем не перед людьми, потому что если ты стараешься у них завоевать такую любовь, доверие, то про это сказано. Рассыпет Господь кости человеку угодников. Нет, только чтобы Бога, Отца нашего, к которому обращаемся, Отец наш Небесный, чтобы Его радовать, что мы пошли не плохих мальчиков слушать, а слушать Сына Божия, который пришел нам рассказать о спасении. Спаси всех, Господи. Господи.